Ассаляму алейкум, дорогие телезрители! С вами прямой эфир программы «Ман из Дома Селе». И тема сегодняшней нашей передачи – распространенная коварная болезнь, которая на своем пути не щадит ни взрослых, ни детей. Это астма. Какие виды астмы существуют и как уберечь себя и своих родных, близких, об этом расскажут гости нашей сегодняшней студии. Сегодня у нас в гостях Яралиев Сатар Молубекович, врач-пульмонолог регионального диагностического центра и главный внештатный пульмонолог города Алматы. И Жубан Туралиева Айнагуль Баубековна, врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующая отделением аллергологии городской клинической больницы номер один. Добрый вечер, здравствуйте. Еще раз мы рады видеть вас у себя в программе, у себя в студии, в прямом эфире. Спасибо, что вы пришли поделиться своим бесценным опытом. И вот существуют действительно разновидности астмы, да? То есть давайте мы остановимся на самых распространенных из них. Это вот бронхиальная и аллергическая, да? Ну, так нет. Сама по себе астма вообще-то является бронхиальной астмой. Но мы сейчас коротко говорим астма. Само по себе астма – это заболевание бронхов. А другое дело, аллергический, неаллергический – это уже другая тема. Но раз уж мы начали, во-первых, Серик, вы немножко напугали, наверное, наших слушателей. Коварная, не щадит. В сущности, астма в целом, я думаю, как есть такой великий терапевт, Ослер – это французский, есть до сих пор симптомы назван. Он как-то назвал, что астма – это благородное заболевание. Хотя это тоже дискутируется в целом. Дело в том, что мы иногда, когда говорим астма такой тяжелой, у нас даже пациенты приходят, боятся, ой, пожалуйста, доктор, не может быть у меня астма. Да, астма заболевания тяжелая, но то, что мы видим, иногда то, что задыхается, это все, это тяжелая астма. Ну, вот расскажите нам об этой благородной бронхиальной астме. Благородной я, может быть, чтобы немножко это. Давайте, вообще астма, наверное, если можно так вообще применим или иметь термин для заболевания, самое популярное. В каком плане? Все знают астму. Когда приходят больные, мы даже, есть заболевания схожие с астмой, мы говорим астмоподобные, чтобы объяснить, хотя отношение к астме, может быть, даже не имеет. Астму знают все, буквально, может быть, за небольшим исключением. От малого до великого в наше время сейчас. Наверное, это от того, что само заболевание вообще-то древнее, считается, само название астма дал заболевание, это от древнегреческого удушье, в сущности удушье является, наверное, главным, да, вот таким главным признаком астмы определяющим. Гиппократ, считается, дал это название. Так что существует с древних времен. Поэтому, наверное, в какой-то степени люди наслышаны об астме. Но и сразу поэтому хочу сказать, что да, есть такой даже термин тяжелая астма. Сейчас, в сущности, все наши медицинские знания исходят из англоязычной литературы. Есть такой севи-астма, его даже отдельно выделяют. Но остальную астму сейчас даже советуют мы. Вообще-то астму лечим, опять же, по международным руководствам, за которыми лежат, есть такой документ джина, ну, это чисто медицинские, за которыми есть доказательные базы, методы лечения. И там разделяют сейчас не столько на, может быть, остальную, но вот за вот эти тяжелые астмы, которые в 15-20% встречаются, и плохо поддаётся лечению, к сожалению. И люди думают, астма – это и есть астма. На самом деле, где-то 70-80% совсем протекает по-другому. Но поэтому сейчас не столько идёт понятие контроль, а есть понятие не определения, там, тяжести, а есть понятие контроля. То есть над эти болезни можно контролировать, есть понятие полного, частичного, а вот когда мы плохо лечим, и больной никак не может выздороветь, это уже неконтролируемые течения. То есть как бы тяжесть немножко отпадает в сторону, потому что есть очень вот такие хорошо проведённые, как мы, опять же, на медицинском языке называются, рандомизированные исследования, которым показали даже среди вот так называемой лёгкой астмы, которая изредка беспокоит, были случаи смерти, фатальный исход. Поэтому сейчас не столько может быть деление астмы, а есть понятие контроль, как лечить. Оно насчёт аллергии, не аллергии, астмы… Да, они тесно связаны между собой, потому что основной костяк в какой-то степени мы говорим астму, подразумеваем аллергию, и я думаю, об этом расскажет Айнагур Бобеков. Обязательно расскажет. У нас есть наряду телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер, ас-саламу алейкум. Вы в прямом эфире. Угу. Я-я-я, 5-6-й айта беремез. Ага. Осы кызымның, осы суқ басталғаннан бастап, дөтелі бастап олды. Осы дөтелі дем жетпей қалады. Біз, ну, грипптін түрі шығар дедік. Содан кейін барып, жена, елеме, жена, цифазалин, анамына сауып жүрдік антибиотик. Бір кездері ол асқына бастады. Ну, екі, үшінчай кеті батыр. Жетіп аллергический аллергоцентрге бастақ, у нее бронхиальная астма деп қойп берді. Из-за чего кожны пробу жасат деді. Жетіп жасатай күндарым кішкенте елі деді. Сонымен ол, жена, ифаға тастырсақ, паразиттен болу мүмкін деді. Сонымен, мүлям-мүлямен аскар еда шықты, ифаң тастырғанда. Енді білмем, онын, жена, паразитінде өстірді, үшіндік 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 үшіндік. В возрасте бронхиальная астма, она чаще провоцируется вирусными инфекциями. Может быть, и другие неинфекционные причины бронхиальной астмы. То есть, когда она даже не болеет инфекцией, самостоятельно мама описывает, что при физической, когда ребенок активен, у нее возникает кашель, одышка возникает. То есть, действительно, врачи наверняка правильно определили, что у нее есть бронхиальная астма. Но обследование сейчас, на сегодняшний день, не только кожными пробами, даже в годовалом возрасте, до года детям можно и по анализам крови определить, есть ли у нее аллергический фон, есть ли у нее... Ну, те паразиты, которые выявляли в крови по анализам крови, аскориды, лямбли, это паразиты, к сожалению, на сегодняшний день широко распространенные как у детей, так и у взрослых. Они также, в свою очередь, токсины могут, конечно, вызвать обструктивный синдром, который наблюдается при астме. Поэтому на сегодняшний день, конечно, в первую очередь, это причина, если паразит, или другие факторы, которые вызывают аллергию, в первую очередь, их надо устранить. И в последующем, кроме того, наряду он должен получать, ребенок должен получать специализированное лечение. Это, конечно, под контролем врача-аллерголога в городе Чемкент. Там есть аллерголог. Можно, конечно, приехать в Алматы. У нас есть и детские аллергологические центры. Есть и в Чемкенте аллергологи, в принципе, я думаю, что там могут тоже заниматься. Просто наверняка родителям ребенка нужно принять то, что это, если эта болезнь есть, но этого болезни не нужно бояться. Просто следовать советам врачей и получать регулярное лечение. Чаще консультироваться с врачами. Обязательно консультироваться с специалистами-аллергологами, пульмонологами и получать лечение. То есть этого не нужно бояться. Многие родители, другие пациенты боятся, что если эта болезнь есть, это может быть страшная болезнь, что они могут быть зависимы от каких-то лекарств. Этого не нужно бояться. Эта болезнь, как мы до этого обсуждали, что она, с одной стороны, благородная. В чем благородность? Если найти ту причину, которая вызывает аллергию, то есть аллергическое удушье, если эта причина устраняется из быта, из рациона питания ребенка, тогда эта болезнь может и не беспокоить. То есть в этом плане есть благородство этой болезни. А чудовищность в чем? В том, что многие больные... На психологическом уровне уже, да. Во-первых, психологический уровень. Во-вторых, не до конца причины находятся. И даже при минимальном контакте, то есть, допустим, с причиной болезни, может наступить такое сильнейшее обострение. Поэтому в этом плане, конечно, это болезнь может быть чудовищ тем тоже. Поэтому сізге айтарым, мен да, анасы баланың, баланың еш уақта оның ерте кештетіне жоқ, қай жаста болса да, бес жаста болсын, тіпті бір жаста болсын да, анализдер жаңағы зертханалық тексерулер арқылы аурудың аллергиялық түрмі, аллергиялық емес түрмі, оны талдап тексеруге болады. Дарігерлерге көрсетіп, сол қан арқылы, қанның зерттеу арқылы оны табуыңызға болады. Арғарай жаңағы егер үшіндіғымда да сол жаңағы себепкер факторлар табылса, сол факторларды өзіңіздің тұрмысыңыздан. Ал астатуға тұрсыңыз, демікпет оралы кәзір мәліметтер өте көп, осындай теле арналар арқылы, басқа да басылымдар жазбалы басылымдар арқылы, дарігерлерге барсаңызда ұсыныстар, ұсынауқыстарға арналған бүгінгі таңда өте көп, сол ардың бәрін ұқып біліп, бұл ауырудан қорқатын ешінерсе жоқ, тек қана жаңа дарігерлердің ұсынған дәрлерін уақытлы ұқыпты, егер қолданып жүретін бұлса, баланың жаңағы денсаулығы бір қалып кәлігі өлтіруге бұлады. Рахмет, такой полноценный полный ответ. Я надеюсь, что мама принят правильное решение, и все-таки будет часто консультироваться с врачами. Дорогие телезрители, ну а я напоминаю, что мы в прямом эфире, вы можете задавать вопросы касательно нашей сегодняшней темы. И у нас номер нашего прямого эфира 313-18-24, 313-18-25. Ну а у нас на линии звонок. Ас-саламу алейкум, добрый вечер, мы вас, вы в прямом эфире. Салеметсіздер. Салеметсіздер. Я. Мен асма мемене оңбешшылылылға ағуратыма. Мен кәдерлердің көлданам, бір қалып көлданам, бір қалып көлданам, бір қалып көлданам. 15 жылдың ішінде ағуратыма сәрекеттен басқа дәрі көміктістік мағамға. Солдай, солдай бақпыра жатыр. Оң үстіне мәне мұрынымнан демалалмайтын бөл жүрмін, нақтайден қолданылан мәне. Көлдің кейді қан ағат. Олсыған қанда ем қолда чар айталасын дар. Сатар Молубекович. Арленда, Глезе. В сущности, вот мы же сказали, астма-заболевание варьабельное очень. Она многоликое, протекает в разных формах. В сущности, вот серетит – очень хороший препарат. Вообще, если вот так коснуться, я немножко охвачу первый вопрос. То есть серетит – это вази? Да, первый звонок. В сущности, мы руководствуемся лечением астмы. Я же сказал, есть такой основной документ джина, там все за протеколе. Есть понятие шаблон. Иногда, получается, мы как бы руководствуемся зарубежными руководствами, так называемый гайдлайн. Там то, что написано, мы даем, и получается как бы шаблон, получается. А больных-то это. Но, во-первых, джина дает очень много возможностей для врача, чтобы скомпонировать лечение, там взять оттуда немножко оттуда. Есть понятие шаблон. Шаблон – это когда определенное лекарство, например, есть у нас такой шаблон, может, касательно это не астмы, цепториаксиом плюс метрит при лечении воспалительного. Вот это и есть шаблон. А есть схема лечения. И серетит, в сущности, является, я сразу, раз уж зашла речь об серетите, сейчас основы. Вот вы сказали, давайте расскажите про строение бронхов, и я как-то посчитал. В сущности, если грубо сказать, астма – это почему происходит у души. Бронх – это воздухоносные пути, которые соединяют легкие. В сущности, они практически входят в легкие, они тесно спаяны, поэтому, наверное, пульмоносы – это легкие, пульмонологи – это легкие, но подразумеваются и дыхательные пути. Бронх, если грубо сказать, это труба. Вот он сужается, человеку не хватает воздуха. Почему сужается? Астма – это в какой-то степени сверхчувствительные бронхи. Может быть, понятие есть такое crazy, немножко не так, ненормально реагирует. Если человеку попадает, скажем, аллерген, в частности, пыль, нормальному человеку бронхи ощущается, есть такой механизм самоощущения, даже здоровый человек чуть-чуть отхаркивает мокруту. А вот при астме там ненормальный ответ, как попадает аллерген, бронхи, наоборот, сжимается, и у человека происходит это. Что с собой происходит? Вообще-то астма, в связи с этим я сразу хочу сказать, есть понятие астмы и есть понятие гормоны. Люди, опять же, вот такой страх перед астмой – гормоны, как, доктор, вы мне назначаете гормоны? Да, в сущности астма и гормоны, можно сказать, понятие неразделимое. Астма – это и нехватка определенных гормонов, картикостероидов, их не хватает. Почему? Один из таких признаков астмы является, когда человек просыпается под утро, потому что в это время именно самый так называемый есть циркатный ритм, не хватает этих гормонов, и мы восполняем, в сущности, снаружи. Другое дело, естественные гормоны – это естественный организм, а то, что мы даем снаружи. Тем более, мы же, когда вот впервые в 50-х годах применили картикостероиды, вот гормоны, при лечении ревматоидного артрита, мы получили великолепный результат, ревматоидный артрит, который до этого не поддавался практически, это был приговор, и вдруг пошла гулять, мы начали лечить гормонами все, причем и астму, причем получали, и потом только выяснилось, что бывают отдаленные, очень нехорошие последствия. Но мы обожглись, а у народа остался страх. Поэтому я сразу хочу сказать, что, в сущности, тот сиритет и другие есть гормональных препаратов очень много. Ну, что вы посоветуете телезрителю? В данном случае, да. И телезрителю, в сущности, по звонку, я думаю, нельзя ставить вообще. Во-первых, любой диагноз нуждается в уточнении. Вот даже первый телезритель говорит, она, между прочим, сказала, дочку вот это считали, что паразиты, паразиты вывели, пролечили, а у нее до сих пор продолжается. Тот же джина сильно изменилась. В сущности, мы говорим, астма – болезнь давняя, а лечение его происходит, постоянно обновляется. Тот же, например, детская астма. Есть был такой интал-препарат, знает многие. Первый вопрос, смотрите, первый вопрос от телезрителя был, второй вопрос от телезрителя, и у нас еще есть третий вопрос от телезрителя. Давайте послушаем. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Вы в эфире? Салям я тебе. Салям я тебе. Салям я тебе. Салям я тебе. Менің астма туралы жүрватқасын, айтан дейін, өзім жас кезімді астма болып ауырдың, біраң хәліне астма болып ауырдың. Ужы кетместердар жазайдын еді. Содан бір маған, ауылдар біраш, қызым сен баспа, климит өзгөзіп, кетсің, ашылы блақсы олып кетесіңдер. Содан біз баңыздаға көшіп келдім. Сол көшіп келгенің кейін келдім, біраң келгенің кейінші қандай ауырған жоққын астма болып ауырдың. Бұрын жаңдай эуфелик деген ұқылдарды алып, сондағы не еріп, не қалып, жаң болса, не оса дегі, емің қысып бір метр жүрі алмайыз, сондағы қалып келдім. Ал қалай қалай көшіп келдім. Ишқандай дәрді қабылдаған жоққын, ауырғанда жоққын, қойағашын кәдір, өнді астма дейін бәсіп келдің. Сырақ түсінікті, вапрос понятті. Айнагүл Баубековна, атветіше вапрос телезрителі. Дұр. Науқастың бұл күсінің көрерменнің айтуы өте дұрыс. Астма деген ауырудың біз кішкене үлгерік алға қарай кішкене кетіп қалдық, қой. Біз жаңа ғайтқан кезде бұның себептері өте көп демікпе ауыруының. Қазақшы алып демікпе дейміз, қой. Алергиялық түрі кезінде алергендер деген жаңа қартырлі шаң тозаңдар, сияқты ауадағы сұрт құртанығыдан түсетін шаң тозаңдар, болмаса тұрмыста болатын, әртүрлі тозаң, түйс, шаңның құрамындағы әртүрлі заттар болады, оны алергендерді баттайтын. Сол негізгі себептері болатын болса, одан басқа, мұна климаттық жаңағы, климаттың өзгерісі, ең маңызды фактор, бұл ауырудың қалптасуына. Негізгі себептері жаңағы түкелей шынайы алергендер болатын болса, ол алергендерден басқа ол ауырудың қалптасуына әсерететін климаттық, географиялық факторлар бар. Соның ішінде, мысалға, мұна ол бұрынғы жаңа көрерменіміз айтпай кетті, қай өңірден ауысқаны, сол өңірдің өзінің климаттық географиялық жаңағы мысалға, климаттық географиялық ерекшеліктері, онын ден саулығына әсереткен болуым кім, бұрынғы демікпесінің ол жаңағы қалптасуына, соның ағымына әсереткен болуым кім. Ал енді ол қон саударғаннан кейін, салға маңыстауы ғылсына күштім деді, жаңа құрғақ ауыры ауырая негізінен. Сондықтан жаңағы дай көбіне көб ұлғалды ауыраю салға демікпе ауыруымен сарқаттанатыннау қастарға жақпайды. То есть климатическая сарда тоже влияет на болуы? В первую очередь очень важный фактор формирования самой болезни, не только сама причина, а именно способствующий фактор это называется. Айна Гульбаубековна, смотрите, мы говорим астма, мы говорим аллергическая бронхиальная астма, либо говорят аллергическая астма, бронхиальная астма, то есть в чем различие и в чем взаимосвязь? Изначально, когда вы самый первый вопрос задавали, что такое астма и какие виды бывают астмы? Астма, конечно, подразумевается чисто медицинском плане, это бронхиальная астма, но в простонародье есть некое состояние болезни, когда сердечная астма, так называемая, допустим. Один из видов, да? Один из видов, но как таковой болезни нету, это понятие у людей, понятие у людей тоже. Бытует такое понятие, да. Сердечные некоторые болезни, они же тоже с одышкой протекают, поэтому когда и у души, и одышка возникает, они говорят, это сердечная астма, но как таковой болезни нету. Если мы говорим об астме, это только болезнь бронхов, бронхиальная астма. Бывают его два вида основных, это аллергическая, это эти виды, эти формы астмы связаны с самими факторами, причинами, которые вызывают эту болезнь. Если вызывается аллергенами, то есть факторами и механизмом развития болезни, это аллергическая астма, бывает и неаллергическая астма. То есть это когда, как таковой, конкретные факторы нет, но есть в организме определенные нарушения, к нему генетическая предрасположенность, которую формирует тоже механизм. Ну, в принципе, они протекают одинаково. Вот внешние причины, симптомы, то есть когда говорят, что беспокоит больного, это те же жалобы у души. В первую очередь, это, конечно, причина, то есть признак, это у души, когда возникает. Так, мы вернемся, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте, я хотела задать, я вообще из Западной Казахстанской области. Очень приятно, здравствуйте. Добрый вечер. Хотела вопрос задать к пульмонологам. К врачу-пульмонологу. Хорошо он вас, он вас очень внимательно слушает. Так, я хотела рассказать, ну, у меня пятилетний мальчик, уже два года как страдаем бронхиальной астмой, нам такой диагноз подтвердили. Вот хотела узнать, могу ли отдать ребенка в школу? Хорошо, это первый вопрос. Можете ли вы отдать ребенка в школу, да? Так, второй вопрос. Добрый вечер. Аллах, салам алейкум вас. Короче, у меня вопрос такой. Аллах, у меня вопрос такой. Слушаем вас. Аллах, бронхальная астма. Мы живем в Алмате, короче. Ну, не живете. Нам хорошую больницу нужен адрес на хорошую больницу. Хорошо, все, мы поняли. И второй вопрос. Давайте на первый вопрос. Давайте насчет, да, вообще-то детская астма, вот, может быть, даже касательно первого, мать-мама беспокоилась. Во-первых, детская астма считается с возрастом будет протекать все лучше и лучше. Иногда люди говорят, приходят, доктор, астма же неизлечима. В сущности, астма лечится очень хорошо. Другое дело, он становится спутником на всю жизнь. Хорошо излечивается как раз детская астма. Около 70% постепенно, по ходу. Дело в том, что вообще дети рождаются с неполноценными органами дыхания, а полностью такой зрелой бронхи начинает легкая работа только к 8-10 годам. Поэтому дети часто болеют. Поэтому сейчас, кстати, детям не ставят хронический бронхит, диагноз. Это раньше ставили. Люди приходят, говорят, вот, я болел хроническим бронхитом. Поэтому, конечно, в этом плане астма, вот я хочу сразу успокоить, детская астма имеет шанс очень. Во-вторых, отдавать школу, знаете, в сущности, я думаю, астма, и это, во-первых, мы даже не знаем, как протекает, но если очень в целом хорошо протекает, это не является препятствием, чтобы не отдавать ребенка в школу. Болезнь – это сущность социальная, она не мешает жить, если хорошо очень вести, вот сразу, поэтому данная болезнь не является препятствием для этого. А во-вторых, вот посоветовать, сказали насчет больницы, знаете, в Скандинавии последние 37 лет ни один человек с астмой не госпитализирован. А стационар почему? Вот сейчас государство сокращает, а народ очень недоволен. В самом деле, многие болезни лечатся очень хорошо и амбулаторно. В той же Финляндии, Швеции, я же говорю, не было. А больницы для чего ложат? Чтобы влить тоже гормоны, например, в инъекциях, поэтому стационарное лечение не является. Но человек раз уж очень хочет, существуют те же хорошие стационарные. В первой больнице, там и пульмонология, и это, но там сказали, по-моему, ребенок, да? Для детей это, по-моему, пульмонологическое отделение есть, вот больница по правде, вот Алтонсарина детская, и аллергологическое отделение детское где у нас? Вот во второй детской больнице, это вот где на Алтонсарина-Жибаново находится, есть в институте педиатрии отделения пульмонологии, есть в республиканской клинической больнице Ахсая, которая находится в Каменьке, то есть, если это для детского возраста, а взрослые стационарную помощь могут они получить, пациенты у нас в городской клинической больнице номер один, есть аллергологическое отделение для взрослых, это взрослыми считаются дети уже с 15 лет, когда... Поэтому я сразу вот насчет серетита все-таки задавал, и я как-то отплёкся. Давайте вот вернёмся к этому вопросу. Понимаете, он говорит, серетит начал плохо помогать. В сущности, серетит, он говорит, мне только серетит, один из самых мощных. В сущности, ингаляторы как раз избавило... Дело в том, что те же серетиты, в общем, очень много... Все эти ингаляторы являются лечебными, а раз лечебными они содержат гормоны. Но я сразу хочу успокоить. Вообще, считается, вот есть такой очень хороший аллерголог, детский академик, не нашего в России, профессор. Она вот в своё время назвала, что вот эти ингаляторные гормонные препараты блокбастерами, потому что там очень ничтожная доза гормонов. Во-вторых, действует местно. То есть раньше, если мы вливаем и упилим, принезолон, даём в таблетках, и мы сейчас даём, но краткосрочным. Если раньше пожизненно больные, сейчас мы принимали эти препараты, сейчас мы назначаем в ингаляторах, в ингаляторах очень низкие дозы. Тот же серетит, например, там содержится гормонов в 32 раза меньше, чем в одной таблетке принезолон. Во-вторых, действует местно и так далее. Почему плохо она стала помогать? Знаете, есть очень такое хорошее исследование, шведцы проводили, там считается рандомизированно, рандомизированно, когда каждый день медработник приходит, проверяет, правильно ли принимает больной человек препараты и так далее. И вот когда они две недели специально пропустили, пришли, обучают заранее больных, оказывается, вот эти больные, которые принимали ингаляторы, 56% потеряли навык, то есть неправильно применяют. Вот это один из причин, когда начинает человек говорить, что плохо помогает ингалятор, который прекрасно раньше помогал, возможно это, мы же не обучаем практически. У нас, к сожалению, это занятость, и никто не занимается, хотя мы в рамках, сейчас мы создаем ассоциацию пульмонологические, мы хотим обучить, вот сейчас по просьбе даже поликлиника, чтобы сами врачи, но терапевт тут не устает с участковых времени обучать больных, понимаете, это большая проблема. Но вот именно больные люди, да, то есть почему стационарная реабилитация, ну не хватает, быть может, больным тем же самым людям нам какого-то внимания, то есть опять же взаимоотношения, он пришел, психологически разгрузился, врач его как бы по спине похлопал, сказал, да все будет нормально, в порядке. Да, но есть и другая причина, почему оттяжело, может быть не то, что человеку не хватает времени, а может у него развилось другое заболевание, надо искать причины. Из-за заболевания тоже может быть. Соктор Молубекович, он сказал, что у него теперь присоединилось, нет, не кровоохоркание, он сказал, что у него нос беспокоит теперь, то есть он получает доступ до бронхов, он серетит получает, но получается он нос не лечит, поэтому только нафтизином пользуется, это препарат, который больше 7-10 дней нельзя, сушит нос, естественно, у него будут кровотечения носовые, потому что постоянно сосудосуживающие препараты, он нарушает питание слизистой оболочкой, и если он нос не лечит, значит, естественно, бронхи у него, нижний отдел дыхательных путей у него не будет здоровым, поэтому существуют препараты, аналог серетита, только без, для носа, есть препараты, поэтому, конечно, квалифицированный врач, это при осмотре все назначит. У нас телефоны просто разрываются, есть два телефонных звонка, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло, саламетсу бе. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы к нам звоните? Я из Курдая. У меня такой вопрос. дедушка, ему это 82 года. Да, 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 да. Говорите. Ему 82 года, где-то лет 10 тому назад он получил инфаркт, у него сахарный диабет, одна почка. Уже в ноябре 16-го года ему в стенирование сердца сделали второй раз. до этого 6 месяцев тому назад у него получился одышка, появился одышка. Сейчас вот в последнее время у него и одышка, и удушья. Вот сейчас вы отняйте, одышка и удушья, это признаки астмы, броншаль астмы. Насколько я поняла, еще раз можно спросить? что у него сухая бронхи и получается одышка и удушья. А ваш отец, он курит? Курил? Нет, дедушка 82 года никогда в жизни никогда не курил. Здоровый образ жизни в день он ходил с 12 километров. 82 года, Аллах шикарил, он прожил. У нас еще первый вопрос сорвался, он еще раз позвонил к нам, давайте послушаем. Ассалам алейкум. А чёрт, извините. Ассалам алейкум. Я, 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 салям и тебе. Я, 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 салям и тебе. Я, 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 я. А это бирганс, вы создаете жахсы дабд Турмас? Я, 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 без сейчас арбалан бах, я, 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 я То есть здесь вопрос не чёрт Waar не? Да, не по адресу, это всё-таки, наверное, лорврачу, понимаете? Вот я сразу хочу сказать, что есть такая кашлевая форма астмы, мы все думаем, астма, я даже сказал, что это у души. На самом деле есть такая, у детей бывает, но чтобы афония, я думаю, это всё-таки проблема лорврачей, а не имеет, касательно, я думаю, к астине. А вот насчёт второго, ну, у дедушки вопрос может быть, И как раз, во-первых, астма, это есть такое понятие, астма пожилых, но тем не менее есть такое хобл. Ну, хобл – это болезнь, вообще-то, курильщиков, но в данном случае, может быть, даже это не… А может как раз то, что… Но хобл – это когда отсутствует иммунная система. Нет, это совсем другая тема, но может быть, в сущности, может быть, это состояние как раз то, что Айна Глубаубекуна сказал, сердечная астма, может, бьедела. Понимаете, по телефонному звонку проблемы решить невозможно. Но то, что задыхается, вот я сразу хочу сказать, одышка – это еще не значит, что, как, например, кашель, мы все думаем, это признак органов заболевания дыхания, хотя в 50% совсем другие органы дают. Вот точно так же одышку считать однозначно, что это только связано с бронхами или с легкими, тоже нельзя. Вполне возможно, там, учитывая, что стентирование – это ХСН, ну, хроническая сердечная недостачность, вполне возможно, это связано и с другими проблемами. Поэтому даже по телефону сказать, есть астма или там, может быть, абструктивный бронхит и так далее, очень, к сожалению, трудно. Но, учитывая то, что вот такой огромный букет, причем, с сердечно-сосудистой системой, это скорее все-таки нелегально. Нельзя сводить любую одышку к заболеваниям органов дыхания, тем более к астме. Вот что я хочу сказать. А там надо, конечно, пусть врач посмотрит по месту или, конечно, я думаю, дедушку невозможно теперь сводить туда, это куда-то, но нельзя считать, что это буквально с нашим заболеванием. Вполне возможно, это и с сердцем. Вернемся к вопросу. Можно я все-таки, чтобы не получилось как-то заблуждение. Вот человек переехал в Мангошлаг и сразу все. Да, есть такое, но даже вот есть чемоданная байта, как только человек сел на борт и самолета хочет уехать, уже все, приступы прекратились, потому что человек как бы убегает от аллергенов. Но с другой стороны, это опять, чтобы не получилось, чтобы любой человек, страдающий астмой, вдруг сели и переехали в другое, тем более по нынешним временам. Это не всегда помогает. Поэтому, когда больные спрашивают, я говорю, а вы сперва переедете туда, поживите месяц, два, три, потому что, что бы ни сложилось из нашего разговора заблуждение, всем астматикам, пожалуйста, переезжайте в Мангошлаг или куда-то и так далее. Это не во всех, я же говорю. То есть не стоит бояться, да? Постоянно, просто надо попробовать, если вы хотите, в сущности, переехать, ради бога, поживите там, потому что переезд, это же целая трагедия, думаю, для любого человека, тем более, если ты там переехал, правда, последний, а там не помогает, это будет тоже плохо. Ну вот, к примеру, упорство, да, то есть жизнь, стремление жизни. Вот у меня друг, да, знакомый был, он тоже как бы с детства, ему поставили диагноз бронхиальная астма, да, и он в течение пяти-шести лет, где-то до семи лет, он пользовался баллончиком. Но потом настал такой период, я не знаю, ну для него это, наверное, лучший период в жизни у него, то есть 16-17 лет, он просто отказался от этого баллончика. Ему врачи, то есть говорили, ну ты где-то этот, он отказался, начал что делать? Он начал подниматься в сторону гор, то есть живет здесь в Алматинской области, в сторону гор, и вот, быть может, природа повлияла, то есть чистый воздух, климат наш повлиял на него, то есть психологически он просто отказался? Ну я же сказал, что в 70% детская астма выздоравливает, но я не знаю, помог ли то, что он стал взбираться, а может он стал взбираться, потому что астма отошла, ну кто его знает? Ну да, может быть и такой вариант, да. Но в целом астма, я бы не сказал бы, упорство, упорство, наверное, нужно везде, астма просто заболевание требующей дисциплины, понимаете? Иногда вот ингаляторы мы считаем революционным, а у народа страх, вот я, говорит, подсел, сегодня мне, говорит, вот, частный центр называют, меня там назначили ингалятор, я подсел. Да потому что он не потому что подсел, потому что астма протекает, что без него невозможно прожить. Те же, например, гормональные препараты, мы даем, больной хорошо, потом говорит доктор, что я его пожизненно? Или же, не посоветовавшись с врачом, его перестает, он опять болеет, и опять приходится ему в больших дозах потом переводить. Мы говорим, в сущности, астма – это большая дисциплина, требует дисциплины. Я понимаю, психологически тяжело постоянно жить ингаляторами, но лучше с ингаляторами жить спокойно. В конце концов, 3% призеров последней Лондонской Олимпиады были, страдали астмой. Вот у меня как раз-таки есть вопрос по поводу этих баллончиков, да? Да, стали олимпийскими чемпионами, поэтому однозначно астму нельзя, как приговор. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, ассаламу алейкум. И мне постоянно на снимке пишут «Брандит». Надо мне лечиться или это… Я, наверное, пульмонолог, я отвечу. Вы ответите обязательно, еще один вопрос у нас есть. А можно уточнить, почему полгода каждый ему делает, ей делает флюорографию? А почему через каждые полгода проходите? Что, какое-то хронистское заболевание? Или она учительница? А, все там, да, на линии прервалось. То есть, каждые полгода, вроде бы говорили, в год раз проходите. Нет, ладно, вообще-то, понимаете, вообще-то даже год можно и не делать. Есть страны, где вообще не делается. Просто в постсоветском пространстве стоит острая проблема туберкулеза из-за этого. Каждый, вообще-то, в сущности, есть свои климатические, может быть, это предрасположенность к определенным заболеваниям, и в том числе поэтому. А так вообще нет закона, что человек, ну, учителя, понятно, контингент и так далее, и тому подобное. А вот то, что бронхит, понимаете, да, и ко мне приходит доктор, говорит, вот проявили рентгенографию, сказали хронистский бронхит, я никогда не болел. Вот, понимаете, в сущности рентген делается не для выявления бронхита, а чтобы выявить, там нет ли воспаления легких, то, что мы называем пневмонией, или опухоление, дай бог, конечно, туберкулез и так далее, поражение легких. А бронхит – это не рентгенологические понятия. Просто иногда, ну, там есть с годами, есть такой симптом трамвайной дорожки, утолщаются стенки, они более-менее видны на бронхит. И рентгенолог пишет, показать, может быть, в сущности рентгенолог никогда не ставит диагноз, он ставит заключение. А понятие бронхит – это уже должен быть кашель, мак. Если ничего нет, зачем делать, во-первых, лечиться, а во-вторых, зачем флюорографию, я не понял, это фабия или родспециальности. То есть, ей сейчас надо будет просто проконсультироваться у врача-пульмонолога. Да и вообще жить спокойно, если кашля ничего нет, я же говорю, бронхит – это не рентгенологический диагноз. Поэтому пусть это живет спокойно, делает один раз в год, если какие-то страхи или вообще не это. Все будет зависеть, с кем он работает, есть ли какие-то там контакт с чем-то и так далее и тому подобное. Айна Гульба Убековна, ну вот если вернуться к вопросу телезрителя по поводу того, что у ребенка пропал голос. То есть, это же не касается бронхиальной астмы, либо что это вообще, что ей делать? Голос, есть он или нет, и тембр голоса, все это зависит от голосовых связок, которые находятся выше. Это не до бронхов, это органы дыхания, но это верхние дыхательные пути называются. Этими непосредственно занимаются врачи, так называемые лор-врачи, да, ухо, горло, нос. Но у ребенка, если нету только голоса, я вот дополнительно хотела задать, но, к сожалению, телезритель нас не услышал. Кроме отсутствия голоса, что еще беспокоит? Кашель беспокоит, одышка беспокоит. То есть, есть ли другие симптомы, которые мы подозреваем астму или аллергию. Если таких симптомов нету, если только на уровне, то есть, голос отсутствует, ему какое-то подозрение делали, папиломатоз, гортани, тогда наверняка все-таки непосредственно надо специализированной лор-клинику обратиться. То есть, опять же, консультацию у врача. Обязательно, если на уровне голоса отсутствует, это значит, это верхние дыхательные пути, уровень голосовых связок. Ну, вот смотрите, получается у нас, Сатар Мулбекович, расскажите нам, пожалуйста, может ли больной бронхиальной астмой как-то вот контролировать свою болезнь? Да, вот как раз мы вернулись, такой мировой тренд – это контроль над астмой. Считается хороший контроль, если человек применяет вот эти лечебные препараты, давайте фирменное название не будем, это препарат, лечебный препарат, скажем, два раза или там один раз врач назначил, применяет, и при этом практически ночью не просыпается, это главное. А вот скоропомощные, во-первых, сразу бы, раз вы мне дали, я хочу уточнить, чтобы больные не были. Иногда больные раздаешь ингаляторы, думает, иногда даже говорят, те же лечебные препараты, ой, они мне не помогают, потому что доктор не предупредил, что есть лечебные ингаляторы, которые не приносят облегчения, они только лечат. А есть скоропомощные препараты, которые облегчают дыхание. Вот тот же облегчающий дыхание препаратами, ну, сальбутамол, есть такое, под несколькими названиями фирменным, если человек пользуется тем же скоропомощным препаратом, то есть легкие какие-то удушья дневные, два раза, два и реже в месяц, и нету ночных, вообще ночью не просыпается, мы считаем, что полностью контролируем заболевание. Отлично. А есть понятие частичный контроль. Человек ночью не просыпается, но пользуется ингаля, ну, скажем, даже не месяц, а два раза за несколько недель, а вот практически каждую неделю пользуется, и так далее, это уже частичное. А если еще ночью просыпается, это плохой контроль, это значит, мы плохо лечим. Нету контроля. Или болезнь идет тяжело, нам тогда приходится более агрессивное лечение. Чтобы опять не получилось, так вот, Иралиев сказал, в прямом эфире ингаляторы хватит, нет, мы до сих пор применяем и таблетированные гормоны, и ингаляции, тогда, конечно, прибегаем к более такой жестким методам лечения. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, мы вас слушаем, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здрасте. Я хотела вопрос задать. У меня бронхальная астма с детства, а у мужа дисплодия, мы хотели на ЭКО поехать. Вообще можно или как? Пульмонолог не разрешает. Ну, приходите ко мне, я разрешу. В сущности, астма не является преподствием для проведения экстракорпорального оплодотворения. Но, опять же, надо посмотреть, это контролируемое, неконтролируемое. Если плохо контролируемое, мы сначала лечебно это проводим. Но, в сущности, астма, я думаю, ну, как сейчас Айнага Балбековна, тоже может мнение свое, не является противопоказанием для этого. Все зависит, в настоящее время ее астма в каком состоянии имеет контроль, или частично контролируемая, или неконтролируемая. Для начала, если ее довести астму в контролируемое состояние, потом уже, конечно, женщину никто не запрещает не иметь детей. Это ее право иметь детей. У нас, получается, 50 минут пришли к своему логическому завершению. Поэтому вот в конце нашей программы маленькие советы от вас. Ну, во-первых, я хочу сказать, все-таки, конечно, опять же, за исключением, может быть, вот эта тяжелая астма, в целом остальном астму бояться не надо. С ней можно ладить и жить. Вот это. Может быть, сперва психологический вот этот консенсус, вы правильно сказали. Может, в какой-то степени, вот больные с астмой, один из видов, единственный, может быть, среди обструктивных, то есть заболеваний, которые с сужением бронхов, которые поддаются хорошо нетрадиционной медицине, которые официально даже в вполне солидных вот последних британских журналах обсуждаются, иглотерапия или там клип. Вот там даже вот такие нетрадиционные, вот эмоциональный фон, потому что больные с астмой, это очень эмоционально. Поэтому, конечно, они нуждаются. А у нас, как всегда, у врачей нет времени провести с ними беседу. Но психологическая поддержка приспособит к болезни, к любой можно болезни. В сущности, астма не должна ограничивать человека в жизни. Поэтому, я думаю, слово «астму» бояться не надо. А то приходят иногда люди, говорят, доктор, не ставьте мне астму, самого слова. Вот это, я думаю, вот это ладить. И, во-вторых, вот это преодолеть страх перед ингаляторами. В сущности, хотя, опять же, ингаляторы, ингаляторы разные. Ингаляторы мы там всегда, когда мы назначаем, пишем, особенно скоропомощные. Сейчас появилось новое исследование, мы ограничиваем не более. Вообще, когда человек начинает вот этот скоропомощный препарат. Я вот сказал, контроль, да? Два раза в месяц с альбутамолом пользуется человек. Но в один из дней, может быть, стресс, может быть, грипп, он начал пользоваться всё чаще и чаще. Это повод бегать уже к врачу. То есть, это уже в это время должно. А в остальное время человек может, в сущности, контролировать даже лечение. Есть такой степ, ну, шаг вперёд. То есть, он сам может иногда без врача прибавить. Если один раз в день применять лечебный препарат, то есть степ, да, он, ну, шаг назад. Пришёл, скажем, орви миновал, состояние улучшилось, он, человек больной, может самостоятельно. То есть, контролирует, да? Да, контролирует. Само свое состояние. Айна Гляпай? Про бронхиальную астму уже говорили мы неоднократно, многократно. Это болезнь хроническая. Поэтому оно когда-нибудь, конечно, длительное время это может не беспокоить человека. Но так как это хроническая болезнь, зачастую оно имеет наследственную предрасположенность к развитию данного заболевания. Но при даже наличии наследственной предрасположенности он не всегда проявляется клинической. Если эта болезнь когда-то в детском возрасте беспокоила, а потом в подростковом периоде, в молодости оно может исчезать в виду того, что, то есть, отстраняют причинные факторы. Ребенок в детском возрасте часто вирусом болеет, часто астма беспокоит. В дальнейшем, когда уже подрастает иммунная система, укрепляется ребенка, меньше болеет вирусом, значит, и астма не беспокоит. Но в последующем, через длительное время даже это может развиться, эта болезнь. Поэтому про эту болезнь нельзя забывать, у кого есть. Она хроническая болезнь. Как Сатармолубикыч сказал, надо просто его принять, что эта болезнь есть, и понимать его. Всегда должно быть они в тесном контакте с врачами. Если даже болезнь не беспокоит, они считают, что они хорошо себя чувствуют, то есть, ингаляторами, когда нужно, пользуются. Но связь с врачами нельзя им терять. Один раз в три месяца, один раз в шесть месяцев или один раз в год, они все равно должны прийти, если даже эта болезнь не беспокоит, прийти к врачу, посоветоваться, правильно ли они контролируют свою болезнь. И не нужно этого бояться. Большинство формы бронхиальной астмы – это аллергическая. Поэтому, если они из своей жизни, из быта отстраняют аллергенов, да, эту болезнь можно контролировать. Очень даже хорошо. Спасибо большое, что вы пришли сегодня к нам в прямой эфир. Время просто пролетело, действительно. Мы надеемся, что ваша информация будет полезной для наших телезрителей. Ну, дорогие телезрители, при любой болезни надо настроить себя на позитивное мышление, на положительные эмоции. Ну, а я в свою очередь, дорогие телезрители, хочу пожелать вам крепкого здоровья. Берегите себя, своих близких и будьте здоровы. Ассалам алейкум. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...